баклажаны название страшное с детства было страшно что не готовим нет готовим я те сейчас делаю этих черных человечков вкусно с отцы из баклажанов прям брось ну кипяток всегда есть на кухне всегда и печенье не прекращать я их варю в нашем районе открылась новая доширочная 10 видов кипятка значит я буду баклажаны фаршировать грецкими орехами это очень хорошее сочетание я наконец-то покажу тебе и всем другим которые нихера не врубаются что такое еда как фаршировать баклажаны не вынимая из них сердцевину смотри я вот видишь взял бурля все они кипят я сейчас сделаю начинку значит что я возьму сюда я возьму сюда грецкие орехи я возьму измельчитель значит вот грецкие орехи надо всегда грецкие орехи смотри как это видел когда-нибудь так чтобы до старушки вот так делали типа меня старушки я имею ввиду вот так взяли выложили на светлая какую-то поверхность потому что важно посмотреть нет ли здесь перегородок потому что перегородки конечно не должны попадать в еду вот так раз теперь сюда также и гречка до гречка да то что наверно у тебя хороший бэкграунд меня то что было в детстве я помню хорошо потом затмение чеснок 3 зубца будет здесь а что 6 у кого это такой фольклор мы опять приехали из деревни снимали свадьбы свадебный оператор надо значит захватался там чеснок грецкие орехи солд это немножко аджики аджичка а страничка пойдет сюда такая хороший кинза со стеблями в стеблях у кинзы самый смак вся сила в стеблях а в ботве силы да значит растительное масло потому что мне нужно это измельчить масло мне поможет измельчить какая-то будет консистенция такая масло образная такая густая и значит черный привод черный привод черный привод в милицию это начинка все нет еще немножко видишь я сейчас по бортикам соберу я хочу чуть однородный даже чуть посильнее измельчить нет неоднородная такая крупичатая но просто еще крупинки слишком крупные у меня все нормалек значит это начинка теперь я буду готовить соус то есть это будут фаршированные баклажаны с соусом здесь они где-то будут пересекаться по ингредиентам а но в принципе будут разные это лук лук сейчас я нарежу немножко поджарю на сковородке бишь у меня сковородочка есть мы будем просто жарить или карамелизовать просто жарить с каждым днем мы все подковать наверное даже я же немного готовлю поэтому мне это небольшой головки хватит нет 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 это для другого широкий баклажаны булькают да просто варится ворчи целиком главное даже с плодоножками и куда зашвырнул лук шкварчит я начну собирать теперь ингредиенты для соуса в стакане пойдут сюда тоже орехи чеснок пойдет тот же самый вот он чеснок 2 зубчика здесь достаточно чеснок пошел сюда сюда же пойдет кинзы чуть-чуть стеблей ну не то чтобы стеблей а вместе со стеблями блями блями с ними лук поджарен и теперь вместе с маслом которое в нем есть он отправляется в стакан прям все горячий сразу прям ничего там не надо судить да и теперь это все вываливается в мусорник понятно шутка чистая вода чистая вода соль и вот здесь у меня чудесный порошочек есть это не курительный подозрить как ты любишь да это уцхо сунели называется порошок ты слышал такое слово нет уцхо уцхо тире сунели слышал на тире не произносится сунели слышали а какого слова сунели знаете груз мере хмели сунели гениально да хмели сунели а это уцхо сунели это же другой сунели хмели сувенир на другое это сахмели сунели это смесь разных сушеных травок а а уцхо сунели это одна одно растение измельченная шамбала так называемая вот шамбала так она же гималай но у нас тоже в грузии у нас в грузии тоже есть есть чаман еще называют она на вес 1 грамм сколько она стоит как обычные специи часто узко сына и продаются на рынках знаешь такие лоточки на рынках диспет в магазинах его нет а это да это нет там нормальная абсолютно цена сейчас я вот из этих орехов сделаю соус не исключено что он получится очень густой то я просто разбавлю его чистой водой такой белый какой-то становится разбиваются орехи густовато еще немного воды соль соус есть начинка соус есть теперь баклажаны зачем мы варим все-таки вопрос сейчас все увидишь чтобы не стали мягкие они стали мягкие и сморченные это ничего страшного плохая ассоциация теперь сейчас будет хирургия я сейчас делаю вот такой разрез вдоль не до конца так отсюда отступил отсюда жопки то мы будем и не прорезаю нет и не прорезаю чтобы с этой страны лезвия не вышло очень мягко очень мягкий баклажан да теперь смотри что я делаю я раскрываю специальное зеркало женщины меня поймут женщины форме женщины меня поймут на раскрытие и видишь какая здесь образуется хорошая полость хорош если ее пригладить я ничего не долбил я могу сюда забить там например мясной фарш а все остается внутри все равно добавишь как и теперь вот так смотри вставить надо сюда вставить раскрыл потом вставь начинка как засунул так прекрасно вот так вставляешь вокруг черно внутри красно как засунул так прекрасно то блять вы все тут в остроумие так упражняете что просто не знаю мне так как тут такому прямо ли не а мы чувство юмора человек а мы свадьбы снимаем свадьбы снимаем конечно нам надо людей веселить теперь надо немножко свести края видишь вот засунули и свели чтобы щель была уже поуже ну где шутка какая-нибудь ваша гадкая опять проще я не знаю громность про щель там прошла приступ скромность теперь мы не будем больше мы приличные ребята даже мы свадьбы снимаем мы свадьбы они щели снимаем правильно щели другие снимают но кстати есть предложение я потом расскажу посмотри отлично отлично как-то расходит глазок нормально смотрится а теперь вот так чтобы было видно начинка просто это это просто не передаваем вот так девочки мои и теперь немного кинзы уже листиков так когда они остынут это уже можно есть а а вот понятно почему хвостики не удалялись красиво потому что очень красиво очень красиво соус обещает быть вкусным вот так шеф у нас нет слов без базара всегда в вашем распоряжении нас тут звали просто снять надо кое-что ну не стандартно пойдем расскажу а все вот вот